так мы видно пришлось лунку пропиливать короче поклевка тут а погодить коллектив я вас рад всех приветствовать особенно рад еще и не так просто что друзья сказать это трофей коллектив я рад вас всех приветствовать особенно рад потому что у нас уже день удался ну что сказать я думаю тут и так все понятно вот почему вот это мы взяли сегодня мамку извините друзья я не смог вам ничего показать как мы ее выводили чтобы ее вывести в сотой лунку конечно она не полезет так что нам пришлось пропиливать прорубь прорубь целую пропилили бензопилой и только так ее смогли вывести выставили жерлицы на озере и в общем не успели даже выставить 5 флажков выставили и вот уже была вот такая сработка еще пару сработок было но уже были холостые еще не взвешивали ничего вот ее только еще только-только подъехали я на озере друзья не смог заснять потому как был севший аккумулятор в камере а запасные аккумулятора остались в избушке сейчас сразу взвешиваем и мы еще даже не взвешивали не знаю сколько чё лучше зацепить сейчас попробуем и взвесить но мои предположения где-то около 9 килограмм сейчас посмотрим так по нолям смотри сколько 7 7 900 7 900 скачет до 7 908 килограмм 9 я загнул ну на озере то я и говорил 8 7 8 килограмм я и говорил вот это друзья это мой первый такой трофей крупнее щук я не ловил ну и вообще таких даже я даже самое большое что я ловил это было 5 килограмм это вообще это супер трофей просто день уже удался рыбалка удалось можно ехать домой ладно мы поснимаем еще что-нибудь продвигаемся друзья в сторону водогреек или пихтоварок или самогонного аппарата кто как помнит разведывал где-то тут но вот начало то уса видно а потом все кончается непонятно где куда еще идти в общем ладно найдем мы его все равно на навигаторе отмечен так друзья похоже что нашли мы то ли водогрейку то ли пихтоварку то ли самогонный аппарат вот он металл котлы что за котлы так и эту загадку и не разгадал посмотрел в интернете фотографии пихтоварок что-то больше всего она на пихтоварку похоже но точно таких ничего нету вот друзья вот наш металл тут лежит с кучковом тут в кучу собра как вывозить отсюда на путик сюда сделать сначала рядышком где-то здесь еще и рельсы у меня лежали это вот на этой поляне сегодня то их точно не забрать так что главно путик бы сюда сделать пойдем сейчас пока рельсы поищем металлоискатель где-то где-то они здесь вот вот он тупик был я ходил по нему вроде как тупик там ничего дальше нет и здесь вот где-то две рельсы на ну ладно вот он тупик там березен в три году и тут забрать как только просто нашел друзья я эти рельсы вот одна и здесь вот вторая лежит их тут две вон тот стул возле которого я осиное гнездо разворошил ну и все тут больше то ничего и не было сейчас будем дорогу сюда искать а Снова мы там кратим рельсы. Вот это целая, хорошая она, прямая, ровненькая, там опять калач, так что придется бензорез везти, бензорезом не кердычить. Ну это не сказать бы, что совсем ровно, вон тоже загиб какой-то идет у меня. Это что-то она короткая, да? А? Вот она кончает, а нет, не кончает она. Где вот она все еще идет? Не-не, вот она, наверху она выкопана у меня. Слушай, может не дам кратить ее? Так, развернем руками. Она наверху вся лежит. Я ее выкопал тогда, когда нашел. Он наверху лежал. А то не выкопал, а то в земле. А то не выкопал. Верн Qu Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну сегодня целая рельсина у нас одна Одна порезана в буксировщике Все, выезжаем в сторону избушки Темно уже, поздно Надо еще на озеро ехать Приехали в избушку Сейчас печку сразу затопили Сначала по вермишельке Сейчас быстренько съедим А тут тоже весь день голодный Да на озеро ехать Жерлицы проверить Может что попало А уже потом приедем Перьмешек сварим Посмотрим Мяска пожарим Может даже щучку пожарим Может еще что поймаем Хорошие Посмотрим После последней сюда поездки Домой приехал Говорю Все, говорю Ухожу в отпуск Я, блин, настолько, друзья Тут умотало меня Этот металл И в основном я все вывез Я домой приехал В 3 часа ночи Домой захожу Голодный Ничего толком не евший Я говорю Все, я ухожу в отпуск Я говорю Ну его нафиг Есть этот металл Ухожу в отпуск А тут что-то Созвонились Поехали, поехали Он говорит У меня тут Время есть Я говорю Только, блин, я говорю На рыбалку Поехали на рыбалку Что делать-то Будем, говорит Может, что-нибудь Железо какое-то вытащим Я говорю Ну ладно Есть у меня там Маленько еще Заначик Может, вытащим А так Не собирался Железо-то возить Я говорю Я все Я в отпуск ухожу Ну, по металлу Думал Там За хариозом Съезжу На рыбалку Может, куда что-то Думаю Пока На Маленько Отдохнуть От железа Да сейчас уже Снежку подвалило Да, тут Все Снегопады Обещаем Думаю Пока Еще Буксировщик едет Более-менее Так Думаю Куда-то Сгонять Вот На рыбалку За хариозом Больно уж Мне охота Ладно Сегодня И Жерличная рыбалка Вот такая Вот получилась Щука Он до сих пор лежит Мы Ее сейчас Что-то Ее тут Пошевелили Она Еще Шевелится Она До сих пор Живая 7 930 Ну 7 Килограмм 930 Грамм Щукарь Вот такой Почти 8 Блин А даже Вот Вроде Как бы Ну Как будто Кажется Больше Как будто Ее в руки Берешь Так У нее Слышно От веса От ее Собственно У нее Позвоночник Распрямляется Аж Трещит Аж Позвоночник Трещит У нее Ладно Хоть Не у меня Трещит А так Да Кажется Там Все 10 Килограмма Тяжеленная Но 8 И то Это Все Таки Это Самая Большая Это Вообще Самая Большая Рыба Которую Я Когда Либо Ловил Жаль Что Не Смогли Показать Как Мы Ее Доставали Это Было Что-то В кармане Был Только Телефон Снимать Такое Вообще Качество Не Захотел Я Да Там Некогда Было У него Представляете Там 8 Килограмм Рыба Живая Сопротивляется На Жерлице Надо Было Лед Пропилить Тут Рядом Так Чтобы Не Зацепить Ладно Хоть На Жерлице Плетенка Была Была Былеска Так Он Бывает Оборвало Все Плетенка Хорошо Я Лед Пропили Он Ее Там Мучает Туда Сюда Водит Интересно Конечно Мы Ее Тут Ну Добыли Добыли Щучку Что Выехали На Озеро Поехали Посмотрим Что Там У нас Размотана Размотана Ну Все Друзья В этом Омуте Больше рыбы Похоже Нету Три Сработки Но Одна То Такая Серьезная Сработка Была Конечно Но Зацеп Оборвали Две Холостые Даже Живца Не Стащили Все Выдвигаемся В сторону Избушки Решили Друзья Смерить Ее Рулеткой Метр Десять От Рулетки Там Не Хватает Десять Сантиметров Значится Минус Десять Метр Ровно Метр Рыбина Получается Метровая Но Здоровая Ну Что Друзья Утро Доброе Сегодня С утра Обслужил Буксировщик Снимали Тросик Просушили Я его Просиликонил Силиконовой Смазкой Это Вчера Замерзал На улице Легкий Снежок Идет Температура 0 градусов Едем На рыбалку Было Друзья Две Поклевки У нас Одна Там Там еще Мужики Короче Рыбачат Мы пока До мужиков Ездили Приехали Одна Поклевка Здесь Была Хорошая Видно Что Хорошая Жерлицу Полностью Размотала И у самой Катушки Оборвало Перетерло Улет Видимо Тоже рыбина Хорошая Была И вторая Сработка Была На эту Жерлицу Только что Недавно И Оборвало Поводок Поводок Оборвало Андрюха Тащил Тащил И не дотащил Оборот Говорит Тоже Что-то Хорошее Было Подвел Поводок А так Пока Сидим Больше Ничего Нет Андрюха Он Пошел Там Ходит Уже Свои Жерлицы Сматывают Я Тоже Сейчас Чаю Попью Пойду Свои Сматывать Андрюхи Флаг Загорелся Не поймал Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Электрическую Помпу Он уже Показывал С собой Теперь Всегда Вожу Раньше Все Этот Шланг По старинке Все Полный Бак Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... блин прям красота ехать у меня опять из грузовом видите 1 рельсина всего так вот едет за мной отлично еще машина маленько пригружена 300 килограмм в машине живу полома чем мягонь хорошо их комфорт ехать челка пивать даже где раньше на 1 пониже наехал час едут на 1 повышенный сейчас вездеходом проехаться туда-обратно притоптать обтянет снежок и все и можно опять было бы на уазике на этом есть сегодня 300 килограмм машине лежит и примерно килограмм 250 будет на прицепе вот так полоком с собой по волоку получается чуть 500 килограмм около того плюс минус довольно результативно связь нормально последний раз я опять больше тонны вывез тогда 8 рельсин было 8 метровых практически там одна или две ли 6 метровая была нет не заячьи след подозреваем сейчас вижу что не заячий такой стая волков может хоть бы что потому что след не один а несколько штуки 3 наверно следа 3 где-то так что кто местную а тут охотники у нас так в общем знайте что ну вы знаете где я сейчас еду так что даже можно пойти посмотреть как будто лёшка да друзья волки однозначно вот лёшка волчья волчья лёшка а вот и след хорошенько видно прошли со стороны деревни в сторону уже да да если палочку положить то по ногтям получится за бойцами волки и следов там много вот раз след два три три следа тут он вообще нас на махи бежал скакал раз 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 так что хорошо хоть я секрета в этот раз с собой не взял он как чувствовал вот волчий волчий след друзья хорошо видно секрет как чувствовал вышел из вольера уазик обошел и сам обратно в калитку в вольеру подошел говорит открывай открывай я не поеду говорит я открыл ему калитку он в вольер сам зашел улегся у себя в будке своей и все вот он волчий след молодец секрет что не поехал прибрали бы они тебя тут в сторону уже да как раз ушли там на болоте где-то они свернули так где-то здесь у меня еще одна рельсина была а вот она вот она сейчас ее тоже зацепим но все обе зацеплены повыше чтоб не упирались никуда что друзья наверное у меня уже ничего такого супер интересного не произойдет так что я на этом друзья с вами попрощаюсь всем удачи всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайк на данный видео пишите любой комментарий всем спасибо за просмотр всем пока всем пока спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok